Здесь, естественно, больше в патриотическом запалении проголосов. Ломаченко диктует передвижение по рингу. Пытался по корпусу водопьянов. Поработать не получилось, не прошло. Второй удар наносит Ломаченко. Указал, что будет левой атаковать, а на самом деле пробил неожиданно правой прямой. Я думаю, что не открою истины, если скажу, что после своего олимпийского триумфа Ломаченко там был признан лучшим боксером Олимпиады, получил приз Вова Баркера, затем еще был признан лучшим боксером чемпионата Европы, вдобавок своей золотой медали и там, и там. Получил довольно неплохую зарплату в Украине, чтобы остаться в любительском боксе до Олимпиады в Лондоне. Ну и на самом деле вопрос перехода в этом весе в профессионалы, он довольно сложный, потому что вес маленький и большой славы тут ты быстро не наживешь, а путь к вершине очень трудный и непонятный. Может быть, есть смысл в том, чтобы оставаться пока ему в любителях и быть здесь лучшим. Пусть и не в до конца заполненных залах. Но, возможно, и лучшим боксером, что называется, в паунд-фо-паунд в любительском боксе. 3-0. Пока Ломаченко продолжает играться, а водопьянов никаких задач не ставит перед ним. Очень удачно Ломаченко еще работает корпусом и шеей, и головой, уходя от ударов. Вроде даже достал водопьянов, а все равно достал только вскользь и на излете, и не все судьи посчитали, что он достал. 5-1. Вторых. Ну что, водопьянов-то, между прочим, чемпион мира. В категории, правда, 54 килограмма. У Ломаченко пока на уровне чемпионата мира самая ценная медаль. Серебряная. Ну, правда, тут еще вопрос. Одопьянову, конечно, в значительной степени повезло с чемпионатом мира, поскольку, во-первых, туда вообще не приехала сборная Кубы. У кубинцев в этом весе был Гильермо Ригондо. Но, во-вторых, сам Ригондо уже решил, что жить на Кубе дальше ему не хочется, и, попросту говоря, решил оттуда сбежать. 5-1, пока минута без ударов. Прошла минута. Я думаю, вы все сами видите. Играется. Играется Василий Ломаченко. Чувствует свое превосходство. Я не понимаю, зачем Водопьянов вот эту манеру сейчас принял и согласился как бы с такой манерой боя. Сейчас что это? Попытка провести какую-то комбинацию? Навряд ли. Секунд 30 уже ни одного удара нет. Откинулся даже на канаты. Ломаченко, ну так, это все, опять-таки, шутки. Хотя ему тренеры сказали в перерыве, что единственный удар он пропустил, когда оказался в канатах как раз. По-моему, не желает Ломаченко и на 100% сейчас выкладываться. Я уж забыл, когда он на 100% выкладывался. Наверное, в финале Олимпиады, когда на француза Хидалфи Джолхира у него ушла 1 минута 51 секунда. Еще раз повторюсь, на мой взгляд, это главный кандидат на звание лучшего боксера-любителя во всех весах. Во всяком случае, ваш покорный слуга вчера заполняет карточку с тремя фамилиями. Голосование на лучшего боксера чемпионата Василий Ломаченко поставил на первое место. Хорошего, очень хорошего боксера воспитали наши соседи. И тут, в общем, никуда не денешься от признания его силы. Пока у Водопьянова вообще... Третий последний раунд. Третья гультина репресса. Я бы на месте Водопьянова потратил вот этот раунд на отработку каких-то тактических вариантов на поисках в ринге. Потому что в ринге их всегда проще искать, чем в пустом зале или перед экраном телевизионным. Посмотреть, где вообще... Есть ли слабое место у Василия Ломаченко. Проверить его. Понятно, что бой, скорее всего, не выиграет на 99%. Ну, хотя бы попробовать. А что, если через корпус начинать? А что, если попробовать за ногу, за переднюю зайти? Подраться не предлагаю, потому что, я думаю, в этом вообще не может быть никаких сомнений. Ломаченко драться с ним не будет. Украинца это совершенно не нужно. Он и так ведет 7 очков. И... Скорее всего, он легко доведет бой до победного конца. Явно, начиная атаку, Водопьянов рассчитывает на какое-то ответное движение. Рассчитывает на то, что ему удастся ввести Ломаченко в заблуждение. Но... Пока... Ничего подобного не происходит. И, по-моему, это в некоторый ступор Водопьянова вводят. Потому что, вроде бы, как он готовит атаку. Он что-то сопернику показывает. Это видит соперник совершенно не то, на что рассчитывает Водопьянов. 11-1. Очень быстрые руки у Ломаченко. Он бьет-то не сильно в этом поединке, но бьет резко и очень точно. Зал недоволен, потому что зал хочет активность видеть. А тут явное преимущество одного боксера над другим в классе. Снова, кстати, такое впечатление, что у Анатолия Ломаченко эта фраза приготовлена как раз для последней минуты последнего раунда. Говорите, встречаясь с уважением. Здесь Водопьянову можно было бы и дать очко для разнообразия. Скипел, скипел Сергей. Ну, понятно, что его никак не устраивает то, что происходит. Он рассчитывал, что хотя бы какие-то неприятности ему удастся сопернику доставить. Опять, пожалуйста, опять 11-1 и больше 10 ударов опять Ломаченко пропустил. Этот турнир публика совсем уже свистом получает все, что происходит сейчас. 12-1. Да, я думаю, выложился Василий Ломаченко процентов на 60. Действительно, он настолько лучше в этой весовой... Золотой медали чемпиона Европы. Василий Ломаченко добавляет золотую медаль чемпионата мира. Первую в своей карьере. Ну, а у российской сборной третий. Вслед за Давидом Айрапетяном. Едуардом Аксалимовым. Третий.